Здравствуйте, гости и подписчики нашего канала. Мы рады вас приветствовать. С вами Елена Василена. Сегодня у меня вновь расклад для мужчин. Он называется «Какой она ко мне имеет интерес?». Узнать истинное её намерение, её узнать чувства. Возможно, есть тайны, о которых вы не знаете. Расклад будет на четыре варианта. Думайте о загаданной вами девушке. Представляйте её. Работаю я сегодня на замечательной колоде Таро Дюрера. Это очень замечательная колода. Первый вариант, второй вариант, третий вариант, четвёртый вариант. Загадывайте варианты. Первый, второй, третий, четвёртый. Смотрим первый вариант, кто загадал. Состояние её на данный момент. Её характерные черты, её поведение. Здесь эта карта говорит о том, что девушка довольно-таки нежная. Она любит подарки. Она любит материальное благосостояние. Но она стремится к успеху. Она хочет быть обеспеченной девушкой. И, в общем-то, могу сказать, что она своими родителями избалована. Она привыкла к вниманию. Она довольно-таки уверена в себе. Какие она чувства питает к вам. Чувства на данный момент. Да. Да. Девушка сохраняет, конечно, однозначно своё пространство. Она не так-то проста. И я могу сказать, что здесь... Девушка знает, чего она хочет. И она ведёт с вами двойную игру. Чувства-то у неё к вам прошли. И сейчас она старается не подпускать близко вас в свою душу, в свои чувства. Она вас держит на расстоянии. Она не хочет, чтобы вы ей манипулировали. Потому что когда-то вы её очень сильно обидели. Какие цели имеет она в настоящий момент? Вы знаете, я могу сказать, что она вас хочет использовать. Вот у неё такая цель. Она очень заинтересована материальным благосостоянием. И она хочет жить хорошо и шикарно. И, в общем-то, по большому счёту, здесь у вас, знаете, такие... У вас альянс. Вы, по большому счёту, абсолютно с разных... Как сказать? Разное поле ягода. Понимаете? Она малина, а вы черника. Поэтому она садовая ягода, а вы лесная. Вы не подходите друг к другу абсолютно. Но, однако, девушка, цель у неё – хорошо жить за счёт вас. Потому что она стремится быть материально обеспеченной. Но она не только это стремится делать за счёт вас. Она ещё и предлагает к этому сама усилия. Она будет самообразовываться, совершенствоваться. У неё есть определённые цели. Но всё же, в основном, она считает, что заработок основной должен приносить мужчина. И, в общем-то, она хочет почивать на лаврах и быть обеспеченной. Совет для вас. Вам нужно быть щедрым. Вам нужно быть разумным. Вам нужно хорошо всё взвесить. Вам нужно набраться опыта, терпения и мудрости. Вот такой даёт карта вам совет. Вам нужно осмотреться и присмотреться повнимательнее. Можно быть и нужно быть щедрым. Но смотря по отношению к кому и к чему. Когда любовь проходит у девушки, у женщины, но она продолжает быть с этим человеком, с этим мужчиной, это говорит только о том, здесь надо искать причину в выгоде. Это получается уже бытовая проституция. Это у нас был второй вариант. Ой, простите, первый вариант. Смотрим второй вариант. Её состояние на данный момент. Ну, я могу сказать, что она озабочена, скорее всего, какими-то вопросами работы. Здесь у неё решаются какие-то проблемы, связанные с работой, связанные с делами, возможно. Она находится перед выбором. В общем-то, она чётко понимает для себя законы Вселенной. Она что-то решает. И она что-то балансирует. То есть у неё идёт, можно так сказать, мозговая атака. Она находится в размышлении. Какое ей правильно принять решение. То или иное. Она всё взвешивает на данный момент. Это девушка. Чувства к вам на данный момент. Я могу сказать, что вы находитесь в союзе. Вы либо в браке, в гражданском, да, вы вместе, либо вы в официальном браке находитесь. Ну, я вам так могу сказать. Эта девушка, она очень хваткая. Она любит деньги. Она любит благосостояние. Она здесь выступает в роли Пентакли. По своим чувствам она своего никогда не упустит. Но также здесь выпал старший Аркан Дьяву. Это говорит о том, что эта девушка вами очень хорошо манипулирует. И если ей надо, она вас как барана отдаст жертву. Ради своего материального благосостояния. Здесь не идёт речи о чувствах-чувствах. Здесь идёт речь о выгодном партнёрстве. Опять-таки, она вышла за ваш замуж, потому что вы для неё были выгодны. Как партнёр. Она с вами, потому что вы для неё выгодны. Она вами умело манипулирует. Я не удивлюсь, если также эта девушка до, как говорится, замужества, возможно, даже прибегала к магии. Какие цели она имеет? Она вас держит за дурака. Это однозначно, я могу сказать. Она вас держит за дурака. А вы, в принципе, ничего и не видите. А вот цели у неё – прийти к своей мечте через вас, за счёт вас. Цели у неё расчётливые. Она стратег. Всё, что она будет делать, она будет это делать для себя, для своего благосостояния. Она довольно-таки очень хитрая, умная, расчётливая. Поэтому она здесь всё просчитывает и высчитывает. Для себя, для любимой. У вас также есть дети. Могу сказать, что у вас могут быть дети в браке. И она всё будет делать для своего благосостояния, для комфорта, для комфортной жизни. Но она вас будет использовать как дурачка. Совет. Вам нужно быть разумным, умным. Вам нужно быть хозяином слова. Вам нужно присмотреться к окружающему миру вокруг вас. Вы должны чётко понимать своё предназначение в жизни. Понимаете? Вот эта карта говорит о том, что никто не будет повелевать, не научившись повиноваться. Вы должны быть хозяином. Прежде чем, чтобы вами женщина управляла, да, вам нужно видеть, что она вам повинуется, а не только вас строить и дрессировать. Вы должны быть хозяином положения. Вы должны быть разумным. А вы, по ходу дела, застряли на сексуальных взаимоотношениях с этой женщиной, на страсти к ней. И вы как дурачок. Понимаете? Запутались, как говорится, в этих чувствах и эмоциях. И не видите, что вас очень умело используют. Это неплохо, когда женщина просчётливая, расчётливая и считает каждую копейку и знает, чего она хочет. Но если вдруг что-то произойдёт такое, гипотетически представить, да, между вами, Вы как были с голой задницей, так уйдёте с голой задницей. Хотя, может, вы будете работать и приносить деньги. А эта девушка будет только делать вид, что она работает по дому хозяюшкой. Но будет она жить только за счёт вас. Это у нас второй вариант. Третий вариант. Девушка хочет забеременеть в данный момент. Она хочет быть матерью по третьему варианту. Либо она находится уже в состоянии беременности, в положении. Но для неё очень важно материнство по третьему варианту. Для неё очень важна семья. Чувства к вам на данный момент. У неё самое замечательное к вам нежное чувство. Конечно, девушка к вам питает чувства. Она понимает, что здесь и материально тоже есть аспект, конечно, о прочности ваших взаимоотношений, гармоничные, чтобы были ваши отношения, чтобы вы любили друг другу, приносили счастье, заботу. И, в общем-то, она таковой и является. Она к вам испытывает самые-самые нежные чувства на данный момент. Всё-таки смею предположить, что девушка либо забеременела, либо вот-вот забеременеет. Какие цели она имеет? У неё есть беспокойство по поводу денег. У неё есть беспокойство. Она понимает, что надо вам двигаться, надо вам как-то вместе, совместно какие-то решать материальные проблемы. И, в общем-то, здесь смею предположить, что не совсем прочно вы стоите на ногах именно в материальном плане. Она переживает за это. И она, конечно, думает, как решать эти проблемы именно материального характера. Потому что здесь есть такие проблемы. Возможно, вы должны решить проблему с жильём, с обустройством. Ну, в общем-то, давайте посмотрим совет карт. Что карта вам советует? Карта здесь в этом раскладе говорит, что вам надо идти к своим целям и ничего не бояться. Быть одержимой своей цели. Вот есть у вас цель, да, быть вместе, любить, строить быт, работать. Значит, нужно это делать. Нужно ничего не бояться и никого не бояться. Нужно идти к своим целям, к благосостоянию. И, в общем-то, по большому счёту, ещё карта говорит о том, чтобы самое главное на пути к этим целям вы не потеряли человеческий облик. Всё-таки вы бы чётко понимали, что при любых обстоятельствах нужно оставаться человеком. Должна быть одержимость, ну, как сказать, в хорошем понимании этого слова, да. Есть цель, не вижу препятствий. Но здесь не так. Вы всё-таки не должны терять человеческое лицо. Больше работать. И самое главное, не зависеть от спиртного, от алкоголя или ещё там от каких-то там вещей. Должны чётко понимать, чего вы хотите. Четвёртый вариант, последний. Девушка сейчас находится в таком состоянии, в подвешенном. Она для себя не может принять какое-то решение. Но, возможно, у неё есть какие-то душевные терзания. Она, в общем-то, находится в ожидании лучшего времени для себя. Но, в общем-то, посмотрим. Чувства к вам на данный момент. Ну, я могу сказать... Ой, здесь одни мечи выпали. Вы знаете, тут вообще... Я так поняла, что здесь идёт вопрос о разрыве ваших отношений. Здесь идёт речь о разрыве ваших отношений. Поэтому девушка не может принять решение либо с вами остаться, либо от вас уйти. Потому что по этим всем мечевым картам говорит о том, что между вами произошёл разрыв и конфликтная ситуация. Девушка ранена однозначно. Девушка обижена на вас. В общем-то, у неё сейчас идёт такая мозговая атака. Она принимает это решение. Здесь не идёт речь о чувствах. Здесь идёт речь только о конфликтах. О конфликтной ситуации, в которой она в данный момент находится. И она принимает решение, остаться ей с вами или нет. Какие цели она преследует? Девушка хочет быть счастливой. Но она попала с вами в капкан. Я смею предположить, что вы не свободны. Что вы в любовных состоите отношениях. И, в общем-то, её была цель быть счастливой, быть обеспеченной. В общем-то, чтобы ей открылись новые горизонты и новые возможности. Она этого и хочет. Она, в общем-то, это будет делать. Но она в данный момент попала в капкан с вами в ваших отношениях. В какой-то момент что-то пошло не так. Смею предположить, здесь любовный треугольник. Либо ваша была измена здесь, этой девушке. Либо вы изначально были несвободным человеком. И, в общем-то, для этой девушки сейчас очень тяжело принять это решение с вами. Расстаться. Вот её какие цели. Жить по-другому. Начать жизнь по-другому. Чтобы для неё открылись новые горизонты, новые возможности. А она не может это принять решение. Потому что для неё это слишком больно. Совет для вас. Вы только хозяин своего, как говорится, счастья. И, как говорится, работа и труд, всё перетрут. Понимаете? Если вы хотите перемен в жизни, вы должны начинать только с себя. И только с себя. Вам нужно самому меняться. Для того, чтобы вокруг всё изменилось. Не девушек, не женщин нужно менять, как перчатки. А меняться самому. Для того, чтобы жизнь заиграла другими красками. Если вам понравился мой расклад, срезонировал с вашей ситуацией, подписывайтесь, голосуйте, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. За индивидуальным раскладом обращайтесь по телефону, который будет находиться под данным видео. Берегите себя. Всего вам доброго. Берегите себя.